Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканал ТДК Сворк 2 новости в студии Айдана Мауленхоза. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакубова предложила ужесточить законодательство за отказ от работы в Казахстане. По словам министра, в Казахстане люди не идут на субсидируемую или иную работу, предлагаемую государством. Почти полмиллиона трудоспособных граждан Казахстана нигде не работают, и это только официальные данные. По неофициальным их несколько миллионов. Как показали опросы, чаще всего трудоспособные казахстанцы не работают, потому что уволились или были уволены, не могут найти работу по семейным обстоятельствам или из заведения домашнего хозяйства. Среди безработных есть женщины, молодежь и люди старше 50. Согласно данным Бюро национальной статистики, уровень безработицы в Казахстане составил всего лишь 4,7%. Однако большая часть людей трудоспособного возраста не обращается в поисках работы в центры занятости, а предпочитает искать работу сами по объявлениям через интернет и через знакомых. Независимые экономисты полагают, что неблагополучные семьи, плохое образование, неравенство доходов, разные виды дискриминации и многое другое делают сотни тысяч людей непривлекательными для работодателей. А министр труда заявила, что в селе Сергеевка Северо-Казахстанской области нужен сварщик зарплаты 600 тысяч. Есть граждане, которые даже не хотят идти на такую работу, сказала она. Если вы посмотрите на китайские семьи, дети учатся в две смены, спят в школе, поэтому они приучены к труду с молодого возраста, заявила министр. Полностью все ценности утрачены. Это нужно регулировать не только в воспитательно-идеологической работе, это нужно регулировать и законодательно, мы считаем. Что нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы. Как известно, основной причиной бедности является высокая безработица. Сырьевая направленность экономики и низкая производительность труда мешают казахстанцам больше зарабатывать. Частный сектор, малый и средний бизнес не то что не стали опорой экономики и источником ее эффективности, но и стагнируют. Тем временем государство увеличивает свою роль во многих сферах, позволяя оставаться на рынке низкопроизводительным компаниям, полагают независимые экономисты. Как заявили депутаты, люди работают полный день и находятся на грани бедности. Минимальная зарплата в Казахстане сильно отстает от медианной зарплаты. Министр труда признался, что большинству казахстанцев просто недоплачивают. Мы прекрасно видим, что на сегодняшний день заработная плата казахстанца в структуре ВВП проходит всего 30%, а тогда как чистая прибыль бизнеса идет 61%. Это полное искажение. В странах ОСР эти показатели идут непосредственно наоборот. 50% это заработная плата и выше, а доходы бизнеса от 20% до 30%. Сегодня мы имеем обратную картину. Минимальной заработной платы на сегодняшний день никто не должен, конечно, получать, если эта работа не повременная и не сдельная. То есть это есть определенный объем, который должны выполнить на 60 тысяч тенге, и, соответственно, они ее получают. С точки зрения экономики, для массовой занятости нужен массовый рост производства товаров и услуг. Для последнего, в свою очередь, необходима возможность массового потребления этих самых товаров и услуг. Всем разумным людям должно быть понятно, что бум потребления, финансируемый потребительским кредитованием, не является устойчивым и почти без исключения приводит к финансовым кризисам. Никакие пособия по безработице не решат проблему. Разогнать экономику страны может только бизнес. Частный сектор будет способствовать здоровой конкуренции. А у государства должна быть только одна задача – не мешать бизнесу развиваться и создавать рабочие места. Но пока чудо ждать не приходится. Несмотря на это, государство не меняет вектор своего вмешательства, все так же используя плановый подход и нерыночные интервенции. Бауржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Налогообложение недропользователей нефтяного сектора. Под таким названием в Атрау прошло совещание с участием министра финансов Республики Казахстан Мадита Киева. Во встрече приняли участие представители нефтяных компаний и предприниматели Атрауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Казлардинской областей. В ходе встречи министра финансов Республики Казахстан Мадита Киева с нефтяниками был обсужден вопрос налогообложения нефтяной отрасли. Кроме того, на совещании были заслужены предложения по снижению количества налогов и обязательных платежей в бюджет. В новом налоговом кодексе произойдут изменения во всех сферах. Во-первых, это касается подоходного налога. Сегодня в проекте планируют поднять банковский сектор на 25%. Другая отрасль останется прежней. Кроме того, будет очень много изменений в налоговом администрировании. По нефтегазовому сектору мы предлагаем новый режим. Сегодня в регионе насчитывается 24 нефтяных учреждения. Их доходы составляют 50% от всех поступлений в национальный фонд, говорит руководитель Департамента государственных доходов по Атравской области Айден Сауданбеков. Со следующего года планируется введение нового налогового кодекса. Основная цель этого – внедрить простой кодекс, понятный всем нашим гражданам. Осуществление полного исполнения налоговых обязательств в создании благоприятных условий для инвесторов и предпринимателей. Один из главных принципов – оптимизация налогового администрирования. Также на встрече стороны обменялись мнениями о том, что позволит внедрить в проект нового налогового кодекса эффективные подходы по налогобложению и администрированию нефтегазовой отрасли. Данки Лебаева, Айдена Мауленова, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ. В Западно-Казахстанской области могут выделить дополнительные объемы изжиженного нефтяного газа. Сейчас этот вопрос рассматривается на уровне Министерства энергетики Республики Казахстан. Пока же на АГЗС выстраиваются очереди. Топливо, по словам автолюбителей, отпускают только по талонам. Почему образовался дефицит и как комментируют ситуацию в управлении энергетики, расскажут наши корреспонденты. Очереди на автогазозаправочных станциях Западно-Казахстанской области наблюдается порядка нескольких недель. Причиной дефицита сжиженного газа стал ремонт на АТРАУском нефтеперерабатывающем заводе. Он закрылся на плановый ремонт 1 октября текущего года. Тогда в управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области заявили о том, что ситуация под контролем. Однако на сегодняшний день мы видим, что дефицит топлива все же наблюдается. На ситуацию повлияло и то, что количество автомобилей, работающих с помощью газа, даже в сравнении с прошлым годом, значительно увеличилось, отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Маукай. Если сравнительно анализом прошлом году брать, увеличение по переходу автомашин на установку автогаза составляет порядка 30%. Например, если в прошлом году было 15,5 тысяч автомашин, в этом году у нас более порядка 23 тысяч. Сегодня в области насчитывается 109 автогазозаправочных станций. Жиженный газ поставляется с запущенного в прошлом году у Рожковского месторождения. На рынке в Западно-Казахстанской области ежедневно отпускается порядка 120 тонн газа. При этом потребность в нем составляет 150 тонн. Много вопросов и возмущений у населения вызывает и повышение цен на бензин марки АИ-92. Цена на местных заправках на этот вид топлива повысилась на 2,5 тенге за литр. Но предприниматели не должны превышать предельный уровень цен, заявил главный энергетик области. Есть установлены предельные цены 205 тенге на марку АИ-92, которую утверждено приказом министра энергетики. Соответственно, сейчас никто не нарушает установленные предельные цены на продажу бензина этой марки. Соответственно, какие-либо действия или принятие мер, если кто-то не превышает, невозможно. Решить вопрос пытаются и с помощью договоренности о поставках с других заводов. Есть договоренность с заводом АО «Конденсат», который, начиная с этой недели, по договоренности, на рынок Западной Казахстанской области должен отпустить порядка 5000 тонн бензина. То есть мы будем этим заводом перекрывать данный дефицит. В случае возникновения дефицита мы будем работать с конденсатом. Как заявил руководитель управления энергетики и ЖКХ, переговоры о поставке топлива с АО «Конденсат» будут продолжены далее. В целом же ситуация с дефицитом топлива в Западно-Казахстанской области находится на контроле Министерства энергетики. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особий Кобекенов, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области в селе Подстепное Теректинского района состоялось специальное праздничное мероприятие, организованное неоднократными победителями районных, областных и республиканских конкурсов «Мириле-Отпаса». О подробностях событий расскажет наш корреспондент. В селе Подстепное Теректинского района в рамках акции по духовной поддержке пострадавших от наводнения прошел большой культурный праздник, организованный семейным ансамблем «Халхтахпигалифтер» и казахским общественным культурным объединением «Алаин». На праздничном мероприятии был показан бесплатный концерт, где провели различные конкурсы и вручили подарки. В завершение собрания, поднявшего настроение жителям села, в рамках республиканского проекта были посажены деревья. Местные жители активно приняли участие в озеленении территорий. «Семья Бегалиевых активно объезжает села, пострадавшие от паводка, и организовывает концерты для местных жителей. Люди тепло благодарят организаторов за инициативу и проявленную заботу. Концерты проходят с большим успехом, создавая атмосферу единства и надежды в трудные времена». Семья, организовавшая праздник для местных жителей, является победителем районного, областного и республиканского этапов конкурса «Мири-Отпаса» в 2016 году. Они всегда были с народом в трудные времена. Когда жители остались без жилья после весеннего наводнения, они поддерживали людей, организуя бесплатные концерты и поднимая моральный дух. «Во время концерта мы планируем посадить деревья с целью озеленения нашей страны. Как говорится, дерево, посаженное сегодня, даст в тень завтра. И именно эту идею мы решили взять за основу. Наша главная цель – объединить народ и поддержать его. Если мы будем работать вместе с нашим государством, только тогда Казахстан сможет процветать». После весенней чрезвычайной ситуации жители, еще не полностью оправившиеся от бедствия, почувствовали некоторые облегчения после концертной программы. Теплые слова благодарности прозвучали в адрес организаторов мероприятия и участников ансамбля. В Уральске прошел конкурс в честь заслуженной артистки Казахстана Жумагана Мрахимовой. Более 10 певцов исполнили песни из репертуара певицы и соревновались на республиканском уровне. Подробнее о конкурсе в следующем сюжете. В областном центре был организован конкурс, посвященный обладательнице Ордена Курмет, заслуженной артистке Республики Казахстан Жумаганым Мрахимовой. В конкурсе приняли участие более 10 талантов. Подобные конкурсы очень важны для нашей области. Они помогают молодым талантам раскрыть свой потенциал. Исполнители не скрывают, что первый этап конкурса оказался сложным. Молодые таланты, посвятившие свою жизнь искусству, отметили высокий уровень организации мероприятия. Пройти первый тур было очень сложно. Второй этап прошел легче. Я занимаюсь пением с пяти лет, и для меня важно участвовать в подобных конкурсах. Конкурс, организованный с целью выявления молодых талантов и знакомства страны с их именами, завершился галоконцертом. По итогам состязаний гран-при завоевал Алихан Байсекев из Алматы. Зарина Шакешева, Марлина Искалиев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Акчебинской области с особым размахом отметили 380-ю годовщину со дня рождения Айтики Би. Видный политический деятель младшего жуза оставил неизгладимый след в истории народа великой степи. Праздничные гуляния развернулись в селе Карабутак. А в областном центре местная общественность отдала дань уважения памяти легендарного предка, возложив цветы к его памятнику. Лейла Уэсова продолжит. В Акчебинской области празднуют 380-летие со дня рождения выдающегося казахского государственного деятеля и оратора Айтики Би Байбекуло. Торжественные мероприятия прошли в районе, который носит его имя. А в областном центре возложили цветы к его памятнику, который установлен на площади перед городским акиматом. Имя Айтики Би вписано в историю казахского народа. Знаменитый Би младшего жуза, советник Толки Хана выступал за объединение казахских родов. Об этом говорили участники международной научно-практической конференции в Ак-Тубе. Будут рассмотрены такие моменты. Моя связь с термином Би с термином Бек, когда появился этот термин. О роли казахских биев в разные периоды, годы войны, что они выполняли функции наряду с казахскими ханами, функции полководцев. Юбилейная конференция посвящена национальным ценностям и преемственности поколений во времена Айтики Би. Историки и этнографы западного Казахстана говорили о жизни и наследии великого казахского бия, отмечая его историческую роль. Айтики Би является одним из авторов свода законов ЖТ Жарга. Имя и слова Айтики Би простирались далеко за пределами младшего жуза, став в свое время легендой. Даты его рождения и места смерти установлены приблизительно. Он сыграл важную роль в объединении казахских жузов и формировании основ казахского права. На конференции обменялись мнениями ученые, которые многие годы посвятили исследованию жизни и деятельности Айтики Би. Талантливый военный деятель и оратор играл важную роль в Ханском совете при решении государственных дел. Большое значение он уделял налаживанию дипломатических связей с другими народами. Сказители СССР приезжали к нам на Айтиши. И наши приезжали сюда. И Айтик Би был одним из тех лидеров, который понимал, что взаимосвязь нужна и налаживал в этой связи. И поэтому я думаю, что он сыграл положительную роль в этом отношении. Торжества, приуроченные к памятной дате, также проходят в районе, который носит имя известного общественного деятеля. В селе Карабутак развернули праздничный этноаул. Местные жители с большим почетом встретили гостей. В нашем этноауле поставили 35 юрт. Цель мероприятия – показать значимую роль исторической личности в общественной жизни казахов. Айтики Би был одним из влиятельных биев при правлении Тауке Хана. Современная молодежь должна знать о личностях, которые внесли большой вклад в становление казахского народа. Событие собрало потомков Айтики Би со всей республики, включая казахов, проживающих в Узбекистане и Дании. Все они приехали, чтобы почтить память государственного деятеля. Юбилей Великого Биа стал хорошим примером пропаганды культурного и духовного наследия нашего народа. Зрителям представили литературно-композиционную постановку «Айтики Тариха», которая продолжилась к галоконцертам. В рамках празднования юбилея также прошли конные скачки. Лучшие наездники состязались в игре «Кукпар» и «Байге» на четыре дистанции. В столице завершился чемпионат мира по греплингу, на котором уральские спортсмены добились впечатляющих результатов. Западно-казахстанцы не только достойно представили свою область, но и вошли в число лучших участников. Подробнее о достижениях спортсменов и о том, как развивается этот вид спорта, в регионе расскажет наш корреспондент. Спортсмены из Уральска приняли участие в чемпионате мира по греплингу и поднялись на пьедестал почёта. На протяжении пяти дней в столице проходили соревнования, на которых западно-казахстанские спортсмены защищали честь региона и вошли в число лучших. По итогам турнира западно-казахстанские бойцы завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. От нашего региона поехали шесть участников. Все соперники были достойными. Соревнования прошли отлично, заняли почётные места. Спортсмены достойно показали себя на чемпионате. И для того, чтобы они поднялись на пьедестал почёта, свою финансовую помощь оказал предприниматель и меценат Серик Мергалиев. Победители выразили ему благодарность. «Хочу поблагодарить Серика Ролановича за поддержку. Благодаря его помощи мы смогли представить нашу область в этих соревнованиях». Чемпионат мира проходил по четырём возрастным категориям. Здесь соревновались юноши, кадеты, молодёжь и ветераны. Один из участников – западно-казахстанец Кайнар Женисов, завоевавший бронзовую медаль. Спортсмен отмечает, что схватки были нелёгкими. «Соревнования прошли на высоком уровне с участием спортсменов из разных стран. Было непросто. Соперники оказались очень сильными. В полуфинале потерпел поражение. Тренировки и отборочные этапы проходили напряжённо. Мы усердно готовились и прошли строгий отбор». В Западно-Казахстанской области грепплинг развивается стремительно. Около тысячи спортсменов занимаются этим видом спорта. Впервые чемпионат мира по грепплингу в Казахстане был организован в 2018 году. Шесть лет спустя столица вновь приняла более 1800 спортсменов. С каждым годом уровень организации соревнований и подготовки участников растёт. Сборная Западного Казахстана продолжает совершенствовать свою подготовку и намерена защищать честь страны на разных турнирах. Вопросы, возникающие в сфере религии, обсудим сегодня в 19.30 в программе «Айтар-Эмбар». В прямом эфире телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Сити-центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азия Мол» на втором этаже. 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 «Азия Мол» на втором этаже.